Здравствуйте, уважаемые десногорцы! Вы смотрите передачу «Прямой разговор». В гостях у нас сегодня глава нашего города Андрей Николаевич Шубин. К этой передаче пресс-служба администрации готовилась достаточно много времени. Проводились опросы населения, поступали вопросы, практически все они упали на стол в голове. И сегодня он пришел с ответами. Но для начала мы предоставим ему уступительное слово. Добрый день, уважаемые десногорцы! Мы сегодня с вами проводим встречу в телевизионном эфире. В принципе, в таком формате я встречаюсь первый раз за 7 месяцев нахождения данной должности. Хотя о таком формате общения мы разговаривали раньше, но по определенным причинам, в том числе и техническим, у нас не получалось. То сейчас я думаю, что вот такой формат мы должны поставить на постоянную основу и решать те вопросы и проблемы, которые есть у наших горожан. Потому что я знаю, что в ходе подготовки данной телепередачи поступало много обращений, как и по телефону, как и по электронной почте. Ну, соответственно, и в устном обращении, да. И отдельные вопросы, они, в принципе, скажем так, решались мгновенно. То есть, это было связано в основном с вопросами ЖКХ, то есть, непосредственно по управляющей организации МОК КПП, да. А исходя из опыта предыдущей работы в других должностях, мы прекрасно понимаем, что вот те вопросы, которые волнуют горожан, ну, это как дороги, ЖКХ и многое-многое другое, да, о чем мы сегодня с вами поговорим. И те жители, которые не смогли по определенным причинам, допустим, по поискованию на личный прием, да, в связи с определенными обстоятельствами, мы вот сегодня как раз вот на эту тему и поговорим. Вот. Если кто-то в ходе данной передачи не получит ответ на те или иные вопросы, я приглашаю вас в администрацию, вы можете прийти как на личный прием, но если у кого-то, так говорится, очень срочно, то, в принципе, записаться индивидуально через приемную. И я думаю, что мы решаем, кто вопросов нет, рассмотрим и примем определенное решение. Ваши велосипедные рейды – это еще один такой формат общения с населением. И уж знаете, кто не удивляется, когда в микрорайонах появляется на велосипедах глава и директор атомной станции. Вот этот вот формат что дал? В свое время наш депутатский корпус выделил на предложение сформировать программу «Мой любимый город». Ну, ее начали как бы формировать, но до конца дома, соответственно, не довели. В этом году мы к этому вопросу вернулись, но немного уже как и в другом формате. С Павлом Алексеевичем мы эту тему обсуждали очень давно, и было принято решение, от обычного формата, как у нас привыкли наши горожане. Ну, обычно, как говорят, что когда появляются доносные лица, да, власть или депутаты, начинают ходить по дворам, то все ждут или выборов, или еще чего-то. И, как правило, воспринимается все это очень негативно. А здесь мы с Павлом Алексеевичем вдвоем собрались, выходной день, взяли велосипеды и поехали по дворам. И то, чтобы посмотреть ту реальность ситуации, которая там есть, да, и потом принять коллегиальное решение. Потому что, вот я сейчас говорю о программе «Мой любимый город», на нем было выделено в госкорпорации, благодаря нашей Смоленской атомной станции, 5 миллионов рублей. И в эту программу вошло не только благоустройство дворов и ремонт дорог, а в том числе и ремонт дорог на садоводческую творчество Купуевка. И ведь тот вопрос, он появился тоже не просто так. Понятно, что были обращения граждан, были они неоднократные, но вопрос решить не могли, потому что, ну, где взять деньги? На бюджете денег нет, дорога находится в собственности у садоводов, а так как там у нас большое количество наших горожан проживает, и, соответственно, людям же тоже необходимая помощь, мы начали как бы вот с субботника. А субботник начался у нас с встречи на личном приеме с садоводческими товариществами, председателем, активными гражданами. Далее мы выезжали на данное садоводческое товарищество, там проводили встречи, делали обход, и вот было принято решение, что вы проводите субботник, мы выделяем технику совместно с Смоленской атомной станцией, Атомтранс принимал участие в выделении техники, службу блогового устройства, ну и много других наших предприятий, учреждений. Мы активно участвовали в освещении, и на самом деле это была акция во всеуиколепная. Да, 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 акция была хорошая, как бы, я думаю, что это освещалось в средствах массовой информации, ну и, соответственно, людей волновал вопрос ремонта дорог. Понятно, что вопросы выделения финансовых средств заняли определенное время проведения конкурсных процедур, и вот сейчас, как бы, мы движемся к финальному завершению данной программы по любимому городу, потому что малая форма у нас установлена, горны, скамейки, установлены детские игровые комплексы, у нас 2.18, 1.10, проведена большая работа по подъему люков, колодцев, решеток. Я скажу так, что на протяжении очень многих лет это была серьезная проблема. Трудные дороги ремонтировались, да, данные люни столько не поднимались, и, наконец, в принципе, мы эту проблему убрали. Порядка где-то 53 люков и решеток в общей сложности у нас получилось привести в соответствие. И сейчас завершаются ремонтные работы по асфальтированию. Вот по Кукуевке должны, вот не сегодня, а завтра закончить, опять же, из-за погодных условий. Я прекрасно понимаю наших горожан, потому что, вот, я сейчас буду плавно подходить и к тем вопросам, которые задавали, это в части касающихся ремонтных работ из-за погодных условий, там, дождь, снег и так далее. Есть такой вопрос. Да, вопрос такой есть, но я хочу сказать так, что асфальт ни в снег, ни в дождь никто не укладывает. Ведутся подготовительные работы по фрезерованию, то есть, подготовки к кукуевке, к асфальту, потому что тут, как бы, погодные условия, они... Не влияют. Качество не влияет. Да, и, соответственно, после того, как подготовительные работы были произведены, там проводится целый цикл мероприятий по подготовке, в том числе для того, чтобы положить качественно асфальт. Ведь гарантийный срок на выполнение этого вида работ в этом году, я вам скажу более, для Десногорска это первый раз, он составил 5 лет. То есть, в течение 5 лет, если у нас будет... Да, вы правильно говорите, в течение 5 лет, значит, подрядчик несёт гарантийные обязательства. И гнать брак, ну, я говорю просто простым языком, да, это невыгодно. И ДЭП-44, который у нас работает, он у нас пришёл по аукциону, где работу выиграл, да, руководитель данного учреждения, он прекрасно это понимает. И они не отпущены на самотёк. Постоянно мы общаемся, то есть, контролирующие наши надзорные органы, потому что мы прекрасно понимаем, что от того, как будет всё отремонтировано, такую новооценку дадут наши горожане. И независимо, откуда приходят эти деньги, будь это деньги из бюджета дорожного фонда или благотворительная помощь концерна «Росэнергоатом», все финансовые средства, они должны быть освоены правильно, качественно и в срок. Мы не дали, как на прошлой неделе, мы с Вашими специалистами из комитета по городскому хозяйству и с пресс-службой выезжали как раз на ремонт дороги, и мы видели воочию, как, извините, скрупулёзно ведётся контроль за качеством ремонта дороги. Вопросы производства работ, они остаются в приоритете. Ведь мы сейчас не только говорим про программу «Любимый город», в этом году у нас, опять же, при поддержке госкорпорации и Смоленской атомной станции у нас реализуются и проекты по ремонту школ, садов. Здесь мы стараемся, в том числе и совместно со Смоленской атомной станцией, вот у нас два садика, которые сейчас ремонтируются, фасады. У нас же не только фасады, там другие виды работ происходятся. Веранды меняются, ремонты в группах, там замена линолеума, освещение, заборы и так далее, и так далее. Ведь там идёт и ежедневный технический контрольный отзор с двух сторон – муниципалитета и Смоленская атомная станция. И у нас каждый день в администрации по 17 часов проводятся совещания, мы подводим итоги. В графике, не в графике. Да, есть проблемы, есть нюансы. Но всё это мы решаем. Но в любом случае, мы те объёмы, которые у нас есть, в этом году закончим. И то, что касается дорог, вот, в принципе, по Дорожному фонду, это те денежные средства, там порядка 10 миллионов, то, что было выделено область, мы уже давно закончили. Вот сейчас идут программы, как раз работы по программе «Мой любимый город», то, что концернское финансирование было у нас. И остались те объёмы, которые мы постараемся, вот сейчас наступают праздники, с учётом погодных условий, вроде как бы дождя не обещается, снегом, да, постараемся всё это дело закончить. А вот те объёмы, которые у нас попадают, допустим, на их детский садик «Мишутка», там тоже на асфальтирование, и решение, сейчас, наверное, будет принято коллегиально, о переносе сроков укладки асфальта на апрель месяца 2018 года, потому что объёмы большие, и дабы… – Целесообразно потратить деньги, лучше сдвинуть сроки. – Да. – Уже не раз задавался вопрос о дороге в седьмом микрорайоне, там, где выделены участки для многодетных семей. И вот они жалуются, что у них идёт стройка, проехать невозможно, тем, кто там уже как бы основался, детям ходить в школу тяжело. И скажите, пожалуйста, будет строиться дорога в этой части микрорайона? – Вы знаете, вот мне неоднократно приходили обращения граждан по этому вопросу. Скажу так, если брать по ситуации, которая складывается сейчас, то сейчас дороги строиться не будут. Та дорожная сеть, которая есть, и понятно, что после дождя она приходит, неприглядное состояние, здесь мы будем помогать силами службы благоустройства, то есть по грейдированию этих дорог. Потому что на период строительства, когда строятся дома, никто как бы асфальтированием дорог строительством не занимается, потому что это… – Пустая трата на средства. – А вопрос строительства инфраструктуры для седьмого, восьмого микрорайона, вот именно по дорожной сети, мы со своей стороны, со стороны муниципалитета пытаемся через госкорпорацию, то есть через соглашение госкорпорации и Смоленской области войти на финансирование, вот именно, чтобы выделили деньги на строительство этих дорог. – В прошлом году, как только вы пришли во главу администрации нашего города, сразу вам стали задавать вопрос о дороге в Николаевско до Савиево. Там её используют все горожане, она у нас является к культовому месту направлением, но и тем не менее она является собственностью садоводческого товарищества. И там были спорные такие вопросы, вплоть до того, что мы перекроем её шлагбаумом, никто пользоваться не будет. Как там будет решаться вот эта проблема, потому что всё-таки мы ездим на источник? – Сейчас у нас часть этой дороги находится в муниципалитете, там идёт сейчас процедура её регистрации. После того, как мы её зарегистрируем, свою часть дороги мы будем делать, ремонтировать. Остальная часть проходит по территории Русловского района. И вот я когда просмотрел вопросы, почему-то не увидел вопроса, который интересует многих горожан, это мост, который идёт через эту речушку. Да, так вот мост, все считали, что это мост города Дестогорска. Когда в этом году делали межевание дорожной части, оказалось, что это мост, вот как раз клин такой идёт, территория Русловского района. И поэтому, как бы, то есть за свою территорию, да, мы как бы можем гарантировать, что после того, как мы дорогу-то поставим в казну, а только после этого мы можем получить финансирование, потому что всё остальное было считаться нецелево. Ну, пока нет объекта, нет и средств на его содержание. Да, да. Очень активно стали улучшаться наши, как бы, дворовые территории, появляются скамеечки, урны, ремонтируются эти тротуары. И появляется сразу вопрос, почему в соседнем дворе всё сделали, а в моём пока ничего? Восемнадцатый год у нас не за горами. Мы на следующий год входим в программу «Комфортная среда», где будет финансирование, там порядка девяти миллионов – это федеральные деньги, миллион рублей – это областное финансирование, ну, это небольшая часть будет нашего муниципалитета. Вот, предварительно сейчас, как бы, область нам эти финансы подтвердила. В эту программу у нас на следующий год войдут четыре двора, то есть, с каждого микрорайона по одному двору. Предварительно, пока мы отобрали, это у нас 2.18, ну, эти дома, которые у нас идут, да, вот где мы в этом году начали, будем заканчивать, да, 1.16, четвёртый микрорайон, дома 6, 7, 8, и третий микрорайон – это у нас дома номер 16, 16, 16, 16, B. То есть, вот где мы начали, ну, где информационность находится, где начали работу и в этом году. Сейчас, на данном этапе, в управляющих организациях происходит инвентаризация всех дворов. Работа будет выполняться по минимальному перечню. Что тут уходит в минимальную перечню? Это урна, скамейка, там, газонное ограждение, асфальтирование, освещение. Помимо этого, значит, после того, как закончится сейчас у нас инвентаризация, не только этих дворов, которых я сейчас сказал, да, а идёт инвентаризация по всему городу, мы вынесем всё это дело на публичное обсуждение. Это одно из условий данной программы, потому что без публичного обсуждения это, в принципе, невозможно. Андрей Николаевич, знаете, вот комфортная, да, вот среда. Это ведь не только, скажем, там, скамеечки, урны хорошие, дорожки для прогулок. У нас же есть ещё люди с ограниченной возможностью. Среди них есть вот вопрос первого микроэнга. К нам поступал ещё вопрос. У нас вот в каждом детском учреждении, как вот уже в школах, да, есть пандусы. Они делают школы доступными. А у нас ещё не во всех учреждениях дополнительного образования, как-то художественная школа, да. Вот ученики, колясочники из художественной школы просили взять на заметку пандус для них. А у них делают пандус ДДТ, для детского творчества. Да, значит, я более того скажу, деньги выделены госкорпорацией, они выделены по конкурсу, дополнительные номинации. Значит, и сейчас проводятся там ремонтные работы. Там вот хороший современный пандус, а вот то, что касается у нас 5-го общежития, 1-го микрорайона, 5-я, кажется, да, гражданин, который обращался, у него история-то уже давняя, я знаю, с весны идёт. Но могу сказать, что там, в принципе, вопрос решён положительно. Значит, данный житель обращался и к Михаилу Васильевичу Лосенко, и при помощи Михаила Васильевича, значит, выделены финансовые средства из резервного фонда губернатора. Значит, сейчас мы закончили с проектной документацией, ну, там вопросы связаны у нас, технически у нас занято, да. Вот, поэтому пандус там появится в ближайшее время. Я думаю, что до конца текущего года это точно. Муниципалитет, концерн «Росэнергоатом» от фирмы «Атомтехэнерго» передал вам многоквартирный жилой дом. Там порядка где-то около 60 квартир. Это хорошее событие для города, где, скажем так, не так много строится жилья, муниципальное жильё. И вокруг этого события стали появляться вопросы, как у жильцов, которые туда заселяются, как у тех, кто там прожил. Вот, читаешь газетные статьи, и в газете статьи, и это, могу, как жилец этого дома сказать, не соответствует действительности. Разъясните ситуацию нам, пожалуйста. Ну, всё очень просто. Значит, разобьём мы её, я вам так, дом на три блока, да. Первый блок – это касается тех граждан, которые там проживали. Значит, по договорам коммерческого найма, ну, с предыдущей организацией, да. По ним решение принято, независимо от того, что сейчас идут разбирательства в суде, это, как бы я сейчас отметаю, это личное дело граждан. Значит, данные граждане заключают договора социального найма, и в дальнейшем они это жилье приватизируют. Это, я говорю простым языком. Второй блок – это касается у нас жилья, которое выдано нашим бюджетникам, значит, по договорам коммерческого найма. Значит, данное жильё в собственность никогда не перейдёт к тем жителям, потому что оно выдано на момент исполнения трудовых обязанностей, и сейчас позиция такая, что у нас нет по социального найма. То есть, всё, у нас только по договорам коммерческого найма. Будь это третье общежитие, десятое общежитие, сто восьмидесятый дом. Да, договора заключаются с теми, кто у нас туда заехал, значит, на один год. Срочный. Срочный договор. Конечно, срочный договор. Соответственно, дальше также могут продлеваться, никто эти граждан оттуда не выселит, поэтому, как я уже сказал, на период выполнения трудовых обязанностей и предоставлено это жилье. То есть, это договор коммерческого найма. В договоре, в котором те горожане, которые в этот дом уже заехали, значит, там всё прописано. Права, обязанности, то есть, в принципе, да, есть вопросы, связанные с техническими бытовыми вещами, да, как там почтовые ящики, там интернет, отдельный, допустим, там счётчик кто-то хочет поставить, да. И третий блок – это наши очередники, те, которые граждане, которые стоят в очереди. Значит, сейчас, в настоящий момент, мы взяли из списка 30 человек, идёт проверка. Многие, кто в очереди, вот у нас на прошлой неделе была жилищная бытовая комиссия, там где-то порядка 6 или 7 семей сняты с очереди по объективным причинам. И данным гражданам направлено уведомление. Вот. И если кто-то, как говорится, не согласен с решением жилищно-бытовой комиссии, мы праве обжаловать в суде. Поэтому мы очень скрупулёзно подходим к этому вопросу. Я прекрасно понимаю, что у нас не каждый день там сдаются дома, вот. Но те, кому положено, получат своё жильё. Там у нас, получается, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Ну, вот терпят бедствия, неудобства. В садоводческой товарищество «Надежда» с 15 октября у них отменили рейс автобусов. Они обращались к вам с этим вопросом? Ну, садоводы ко мне не обращались. Вот. Данный рейс был отменён по информации «Автотранса». Они представляют информацию, производят мониторинг тех или иных маршрутов по пассажиропотоку. Вот. Но в связи вот с этим вопросом, то, что, как бы, проблема есть, да, вот мы проведём мониторинг, и уже в расписании 2018 года, я думаю, что там всё станет нормально. Там есть свои нюансы на данном предприятии, да, и мы сейчас тоже, как бы, очень с ними плотно работаем, потому что всё, что касается перевозок в муниципалитете, тут коллапса быть не должно. Есть проблема, да, мы её рассматриваем, и, соответственно, принимаем по ней определённые решения. Невозможно в нашей короткой передаче дать ответы на все вопросы, которые поступили к главе за те 3-4 недели, когда с вами плотно работала пресс-служба. Но все они на контроле и на заметке у главы. И мы себе этот список тоже оставляем, и будем периодически приходить к нему и делать небольшие пресс-конференции. И он всё равно ответит на ваши вопросы. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»